Привет всем! Сегодня расскажу про эту ПТшку. Не знаю, как она у меня в ангаре появилась, видимо, какой-то там квест, задание выполнил. Без понятия. Но танк реально крутой, как бы ездит только медленно, а в остальном одни плюсы. И скрытность крутая, и угол наводки крутой, пробитие, и урон. Для пятого уровня это вообще топчик. Приятного просмотра. Играя на этой ПТшке прям реально вспомнилась, как я раньше на хилкате гонял. До того, как он стал вот этим кастрированным ублюдком, у которого там разброс бешеный и задом вообще не едет. А у этой дудки реально охрененный плюс. В нее вертикальный угол наклона просто бешеный. На этой хреновине реально можно заехать на любой угол рельефа и опустить прям дуло в горизонт. То есть такие углы наводки у ПТшек это вообще редкость. Плюс у нее пробитие здоровское, там урон нормальный и точность крутая. То есть разброса практически нету. И в нагрузку к этой шляпе еще дали полный экипаж с первыми перками стопроцентными. То есть сразу лампа, сразу все дела, то есть блин, ну вообще реально халява офигенная. Тут меня вот какая-то тварь заметила тут, только непонятно пока, лет три четверка такая зрячая и прям за острово увидела. Либо это кто-то уже в центр из светляков добежал и сидит просто палит. В любом случае эту тварь надо как-то оттуда выкурить. Может быть арта его забылить. А вот он. Вот это скорее всего не ублюдок увидел. Как бы не особо много вариантов. Нужно его разбирать сразу. И ехать дальше светить уже. Но я его уже не вижу. Надеюсь кот добьет. Ну и все. Нормально. Теперь можно ближе подъезжать. Вот АМХ пошел. В принципе это круглояйца и вот это существо. Если оно сейчас на рожон не полезет, стрелять не будет. Его там не разберут и нормально светить будет. Но по всей видимости он сейчас будет стрелять. Я вот на самом деле сейчас за АМХ очень сильно болею и не хочу, чтобы он стрелял и его разобрали. Потому что мне придется на его место становиться. А мои ребята настолько точные, что от моего засвета тоже пункта особо не будет. Ты какой хороший. Стой. Ты куда побежал? Куда побежал? Конечно. Конечно не я. Первый. Ну раз туда твоего в качель. Птицеголовый. Вот зачем ты стрелял? Ну все ему пиздец. Ну тут как бы либо стоять ждать. Потому что из наших уже никто не поедет. Вот реально никто не поедет. Только самому на его место сейчас становиться, стоять светить и смотреть, как они нихера не попадают. Потому что ну они такие позиции занялись, которых выстрелять просто нереально. Рассредоточились бы как-нибудь хоть чуть там по углам разъехались. Так надо засвет пощупать. Не палят. Реально не палят. То есть отсюда меня никто не видит. Я могу спокойно до кустов доехать, а некому меня увидеть. Этого петрилы за островом я б точно увидел и спонторчал. А здесь уже надо аккуратнее. Ну-ка светитесь. Вот он цель. Ебаните его. Ебаните его. Он стоит, не двигается. Просто цель. Вот она вкусная. Сука дебилы. Вот еще один. Ну. Я же не могу в него стрелять. Меня же убьют здесь. Так вот слепошарный. Стоят три штуки сзади. Ну собственно об этом я и говорил. Они заняли те позиции, с которых можно только вот в поле кого-то расстреливать. А если кто-то за коровниками стоит, они просто физически в них попасть не могут. Они их не видят, блядь. Вот сразу же, что это хреновая затея этим дебилам светить и ехать. И обратно теперь не уедешь. Как бы меня здесь разберут прям сразу как в пустыре. Ох, сколько. Ну ебаните. Вы кого-нибудь. Пожалуйста. Ну смотрите какие вкусные. Прям стоят. Вот прям в ебальник хотят получить. Ну хотя бы хедзера, а. Вот хелкат. Туда-сюда будет летать. Вряд ли кого-нибудь убьет. Красный такой. Но вот будет туда-сюда бегать и палить меня, падла. Да. И какой бы красный кот не был, обзор у него в любом случае охрененный и теперь отсюда точно не уйти. Вы кого-нибудь заберите. Вот он. Хедзер. Вот он. Еле ползет. Ну шваркните по нему. Ну еще разочек. Еще. Один. Один разочек. Отлично. Минус. Меня вот этот Дункан Маклауд напрягает. Он реально себя бессмертным чувствует. И самое обидное, что я сейчас с ним ничего сделать не могу. Ребята, вот вы там стоите, пасетесь. Вы сдвиньтесь на 2 миллиметра. Реально, по карте. На 2 миллиметра сдвиньтесь. Вы будете видеть эту цель и убьете ее. Нет. Зачем, блять? Лучше стоять и смотреть, как чемоданы об коровник разбиваются. Сюда переедь. Сюда переедь. Отсюда стрельни. Смотри, прям по прямой. Кто-нибудь. Один из двух дебилов. Пожалуйста, вот так проедьте и попадите. Я вам прям план победы нарисовал, только что. Ладно, допустим, не победы. Ну хотя бы это животное бессмертное. Убейте, пожалуйста. Спасибо. Мне в шоке суперты. Мне бы какой-нибудь там на горку кидать. Где наши дохнут. Реально наши дохнут. Она будет в коровник лепешками закидывать. Вот еще цель. Ну, мандоните кого-нибудь. Тем временем, четыре наших дебилов уже сдохли. Я им тут подсветил пол карты. Реально, уже там 4-5 целей я им дал. Одну кое-как забрали, инвалиды какого-то. Пятерых наших дебилов. Прекрасно. Вот оно он, сука, да убейте его, его. Он просто стоит. ДВ кто-нибудь долбанет этого, нет? Ну, он стоит, просто стоит. Не, ну, на это как минимум уже больно смотреть. Я не могу. Надо что-то сделать просто. Надеюсь, что стрельба поударит кустов все еще работает. И я не спалюсь после выстрела. Ну, пробуем. Только я попасть не могу. Все, они спалили. Не, ну в точку сейчас покидаю. Если он не закатился, то может быть даже разберу его. Не, ну не палят. Это самое главное, что не палят. А это значит, что теперь им всем пиздец. Без чьей-либо помощи. Ах, вот ты, дружок, да? Ну, раз они убивать не хотят. Сейчас я тебя убью. Все? Неуязвимый закончилась? Ой-ой-ой, как же быть? Время вашего бессмертия истекло. Обратитесь, пожалуйста, к администратору. Опять халкат побежал. Наркоман вообще. Просто он так и будет бегать. Его никто не убьет. Я, в принципе, могу попробовать его поцарапать, но вряд. Во-первых, он далеко. Во-вторых, я нихера не вижу там дома, пригорок или что. И в-третьих, только я его все равно не убью. Неуязвимый. Еще покажешься, не? Да. Он опять думает, что он неуязвимый. И лампочку он по всей миссии не брал. Сука, и теперь по нему попали. Три-четверка откуда? Из кустов. Я все понял. Они просто ждут ланшотов. Они специально не стреляют. Ну и продолжаем нашу рыбалку. Опа. Опять халкат бежит. Раненый, правда, весь. На опережение. Лови, котик. Я так чувствую, если бы я его не вшатал. Он оставшийся пять минут просто туда-сюда так и бегал. Ну, в принципе, осталось еще ДВ здесь дождаться. Потому что он здесь у меня в кусте сидит где-то подлинный. Опа. Какая вкусная тушка едет. Смотрите. Поточнее бы еще снаряды летели. Ага. Как вкусно прям. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты вниз там, не сползай. Конечно, основной калибр. Попал же, главное. За горизонтом закатилось. Вряд ли он тут, конечно. Чем черт не шутит. ДВ. Проходи. Вот каждый раз зовут ДВ, вылазит КВ. Прям сука, заклинание какое-то. Еще разочек. Исока. Сюда ты спрятался, блядь. В чердак ему. Нет, туда вряд ли попаду уже. И ДВ не высовывается. И три четверка нет. Блядь, у меня три снаряда осталось. Сука. Че тебе делать-то? Реально три снаряда. Вот и ДВ. Во время, суп. Когда три снаряда осталось, он пошел. Арта кидала. Я видел эту арту. На-ка. Один снаряд. Оттуда кидала арта. Голдой тебя закидаю. Эти пять снарядов нам на три четверку оставить. В принципе, я основной калибр взял. Насветить че-то насветил. Правда, по-моему, засвет, по-моему... А, нет. Хедзера убили. Какое арту? Я, походу, дело, по ней попал, раз она с ней кидает. Еще раз? Нет, реально она в тот куст кинула. Не, ну, в принципе, туда могла кинуть арта. А вот за мной уже здесь ближе. Это уже КВ-шка кидает. Потому что он там тоже обозленный сейчас за пригорком. Сидит, блядь, весь раненый. Сейчас даже больше интересно. 34-ка в лес убежала вообще отсюда. И она так сидит здесь на берегу, ракушки считает. Неподвижно. Не меняя локации. Вообще в неожиданном месте сидит и ждет. Сидит! Сука, она все это время меня ждала. Вообще все это время. Просто представьте, какое терпение у нее. Десять минут стоять на одном месте, блядь. Блядь, это было критично. Этот промах был критичен. Все, сдохни. Дятел потайной. Я сдохну. Не, ну, я сделал все, что мог. Здесь, как бы, меня в любом случае должны были убить либо 34-ка, практически фуловая, либо арта. Ну, вот, собственно, мастера и дали. Как бы, в основном, за урон. Тут по засвету практически ничего не накидали союзники. Это чистый урон здесь был. Кому тоже это ПТ-шка по заданиям, там, или по марафону, я не знаю, почему она досталась. Реально вы счастливы обладатели охрененной тачки. То есть на пятых левелах, ну, блин, помимо 34-ки, это реально поварит. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комменты там пишите. Мне это реально приятно. А вас уже почти две сотни набралось. Это прям вообще огонь. Всем спасибо. Пока.